Друзья, всем привет! С вами канал Vlingua, и здесь мы помогаем людям изучать иностранные языки. Сегодня с вами Маша, поэтому мы будем говорить про русский язык. Когда я готовилась к этому видео, я сначала хотела рассказать про одну фразу, но эта фраза настолько связана с некоторыми другими понятиями, что сегодня я расскажу вам много интересных вещей. Я думаю, что многие русскоговорящие, а практически все, точно знают фильм из Советского Союза «Москва слезам не верит». Все знают этот фильм, но некоторые не знают историю этого фильма. Владимир Меньшов, режиссёр этого фильма, долго не мог найти актрису на главную роль. Как минимум, он пробовал двух актрис. Им не понравился сценарий, и он уже отчаялся и не знал, что делать. Он не хотел снимать свою жену в этом фильме, она тоже актриса, но он пригласил её на пробу. Когда его жена прочитала сценарий, она воскликнула. Ну и мура! Что значит мура? Это довольно старое слово, и молодёжь его сейчас не использует. Но наши папы, мамы, бабушки, дедушки наверняка его знают. Мура – это синоним слова «Ерунда», «Бред», «Чепуха». Так что мотайте на ус, запоминайте. А я поговорю ещё по поводу названия фильма «Москва слезам не верит». Что это значит? Почему эта фраза возникла? Одна из историй гласит, что эта фраза появилась после татаро-монгольского ига. В Москву приезжали челобитники. Челобитники – это просители. Приносили они челобитную. Это такой акт. Он был где-то до третьей четверти 18 века очень популярен. Вот. И когда эти челобитники приезжали в Москву, они пускали слезу, пытались как-то из жалости надавить, но правители были абсолютно по-другому настроены к ним, поэтому их наказывали. Поэтому появилось такое выражение «Москва слезам не верит». Но я, конечно, не претендую на истину. И если кто-то из вас знает другую историю, всё-таки мы не можем знать на 100% действительно это так или нет, то пишите в комментариях, делитесь обязательно. И также скажите, как вам вообще тема видео, понравилась ли она вам, было ли это для вас познавательно. А мы с вами увидимся в следующих выпусках. И до скорого!